Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы прочитаем 2 стих 28 главы книги «Исход». В череде эпизодов, в которых Бог объясняет подробно, как должна быть устроена скиния завета, первый храм иудейского народа, Он особое внимание уделяет одеждам священнослужителей. И вот он говорит «И сделай священной одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». И вот здесь возникает очень необычный вопрос «Сделай одежды для славы и благолепия». В этом есть что-то очень привлекательное, одновременно таинственное и немного странное. Все, что касается красоты, оно всегда является несколько двусмысленным. Как вы прекрасно помните, это ключевая драма жизни многих героев Достоевского, что делает с красотой, красотой непросветленной, красотой, которая имеет власть. Все помнят знаменитые слова князя Мышкина о том, что если миру суждено спастись, то его спасет только красота. Какая красота может спасти мир? И если взглянуть схематично, то можно понять, в Древней Греции тоже говорили о том, что красота священна, святая красота. И у греков было эстетическое преклонение перед красотой. Но, вероятно, князь Мышкин имеет в виду другую красоту. И, конечно, в перспективе Нового Завета мы понимаем, что это красота воскресения, красота преображенной плоти, красота Святого Духа, который пронизывает это творение и одухотворяет красоту. Вот эта красота является надеждой для мира. И это мы находим уже в иудаизме. Именно поэтому говорится «сделай священные одежды для славы и благоплепия». Если греки верили в священную красоту, то иудеи говорят о красоте святости. И это совершенно меняет перспективу и меняет наш взгляд. Для чего существует красота в Иерусалимском храме, а сначала и в Скине Завета, в облачениях священников? Прежде всего, для того, чтобы служить знаком, указывающим на величие Творца. О том, что мироздание, сотворенный мир прекрасен. И эта красота в действительности красота шедевра, который говорит о мастерстве величайшего художника, которым является Господь. Поэтому внешняя красота — это всегда лишь указание, знак, который заставляет нас всматриваться и думать о том, кто стоит за этой красотой, ее высший художник и высший творец. Итак, эти детальные описания облачения священнослужителей, они привлекают свое внимание. И прежде всего, они должны привлекать внимание своим великолепием. Здесь возникает небольшая странность, потому что мы видели славу Его. Это слова из Евангелия от Иоанна. И в языке Евангелиста Иоанна глагол «видеть» — это ключевой глагол. В Ветхом Завете ключевым глаголом является, скорее, глагол «слышать». Духовная традиция древнего Израиля подчеркивает важность слышания. Бог — это не тот, кого видят. Его невозможно увидеть и не умереть. Но Его можно услышать. И поэтому глагол «слышать» повторяется, например, в книге «Второзаконие» 92 раза. И, вероятно, вы знаете, что главная молитва в Ветхом Завете — «Шма, Израэль!» — «Слушай, Израэль!». И глагол «слушать» одновременно означает «услышать». Вы понимаете, что «слышать» и «услышать» — это не одно и то же. Одновременно это понять и вместе с этим исполнить, быть послушным, подчиниться. Вот что означает «слышать» на языке Библии. «Слушай, Израэль!» И это гораздо важнее, чем видеть. Именно поэтому благочестивые люди, которые читают эту молитву, они закрывают глаза. Не для того, чтобы себе представить какие-то образы, которые будоражат воображение. Нет, наоборот, чтобы не видеть никаких образов, чтобы всецело сосредоточиться на слышании. Для того, чтобы понимать сокровенный смысл тех слов, которые ты произносишь, чтобы слышать их музыку. И, может быть, в этом звучании, внутреннем смысле этих слов, Господь тебе откроет нечто, о чем ты раньше и не задумывался. Именно так читалась эта молитва «Шма Израэль». В отличие от, скажем, языческой культуры, где действительно видеть является очень важным. И аспект внешнего великолепия и слова «слава», конечно, в греческом языке ассоциируется с каким-то внешним блеском, то, о чем говорят, то, что потрясает. Для иудеев немножко все иначе. Акцент поставлен на слышание. И здесь вдруг говорится о том, что очень важен элемент, который будет ориентирован на эстетическое, на внешнее восприятие. Это немножко странно. Но мудрость всего этого состоит в том, чтобы научить людей видеть в творения, в красоте окружающего мира, не божеств, как видят язычники в солнце, луне, звездах, но видеть их как шедевры, как творения рук Творца. И сквозь них видеть присутствие невидимого Бога. Итак, просторы Вселенной и вся красота, которая привлекает наш взор, которая нас влечет, которая имеет над нами власть, которая обращается к нам с зовом, не более, чем дело перстов Бога. И по-настоящему красота должна возвращать нас к Богу. Вот об этом уже говорится в этом странном образе. Но очень важно слышать. Поэтому на горе Синай Моисей говорит слова о том, что Господь говорил вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только голос. И помните, пророк Илья в пустыне тоже встречает Бога. И Бог открывается ему не в ветре, как он бы открылся, может быть, язычником, не в землетрясении, не в каких-то катаклизмах и не в огне, но в звуке тонкой тишины. Вот эта звенящая тишина, через которую говорит Бог. И скиния завета, как Иерусалимский храм, где будет эстетически привлекательная внешняя красота, он является исключением для того, чтобы быть таким визуальным выражением веры. Здесь есть тоже очень важный момент, который нужно учитывать. Говорится об одеждах. И одежды само по себе довольно сомнительное явление, потому что очень часто мы людей встречаем по одежке, провожаем по душе. Одежда — это то, что может нас прелестить и создать ложное представление. И именно поэтому запрещены изображения Бога, поскольку это может оказаться каким-то фейком, это может тебя отвести в сторону. Поэтому слово «одежды» вообще в книге «Бытия», например, всегда сопровождается каким-то скепсисом. Потому что, вы помните, первая одежда — это фиговые листья, которыми Адам и Ева прикрывают свою ноготу после того, как они вкусили запретный плод так, чтобы замести плоды. Иаков был одет в одежду Исава. Одежда — это то, что помогает Иакову обмануть своего слепого отца и обманом получить благословение. Вы помните Фомарь, которая надела одежду блудницей для того, чтобы побудить своего свекра Иуду взойти с ней на ложе. Опять же, одежда — это что-то очень сомнительное. Это то, что связано с обманом, с переодеваниями. Одежда Иосифа, плащ Иосифа, который сыновья приносят бедному Иакову в знак вещественного доказательства, что его сына растерзали дикие животные. Это абсолютная ложь. Другой плащ, который оказывается в руках жены Патифара и так далее. Одежда — это то, что сомнительное. Во-первых, это всегда поверхностное. Она никогда не имеет какого-то глубокого измерения. Это лишь что-то внешнее, это не внутреннее. Это видимость, это нереальность. И очень часто она скрывает какую-то реальность. Она ассоциируется с пониманием того, что как мы сегодня с вами живем в образе визуальных изображений, за которыми не стоит ничего. Нас что-то прельщает, нас что-то раздражает, нас что-то огорчает или наоборот вызывает острое желание этого. Но в действительности за этим ничего не стоит, лишь визуальный образ. Вот что такое одежда. И теперь, можно ли пользоваться одеждой ради славы и великолепия? Вот здесь слово «слава» звучит. Слава — это всегда слава Божия. И слава — это знак присутствия Бога. А здесь как будто возникает какая-то альтернатива. То, что относилось только к Богу, слава Божия. Понятно, что в нашем языке мы это слово очень часто употребляем в разных значениях. Слава труду, слава рабочему классу. Многое, что отводит нас в сторону от этого первоначального понимания славы — это атрибут Бога, его сияние, сила его присутствия, которое наполняет этот мир. И вдруг это то, что присутствует в одежде первосвященника. И вот здесь мы касаемся, может быть, самого прекрасного, что есть в Священном Писании. О том, что Бог хочет поделиться своей славой, своим великолепием, своим бессмертием, своей жизнью, со своим народом. И, конечно, мы это увидим в Новом Завете, потому что именно для этого Бог становится человеком, умирает и воскресает на кресте, совершает Евхаристию. И мы с вами совершаем Евхаристию именно как знак того, того, что Бог влагает в нас дыхание своей жизни, свою силу. И вот здесь та же самая мысль выражена в одеждах первосвященников. Это не просто красивые одежды, которые должны развлекать скучающих посетителей скини или храма, но это то, что напоминает о великолепии Творца, который хочет поделиться своим блаженством со своим народом. И в этом и состоит суть Завета. И в молитвах, которые читаются в праздник Йом-Кипур, есть очень красивые слова, которые описывают великолепие первосвященника. Вот как описывается внешний образ, лик первосвященника в тот момент, когда он совершает богослужение в этот праздничный день. Как образ радуги, появляющейся среди облаков. Как роза в глубине прекрасного сада. Как светильник, мерцающий в окне. Как комната, украшенная небесно-голубым и царственно-пурпурным цветом. Как садовая лилия, пронизывающая терновник. Как появление ориона или плеяды, видимых на юге. И так далее. О том, что первосвященник в своих прекрасных облачениях возникает таким образом, что он потрясает своим великолепием, как будто прорывается сквозь рутину окружающей действительности. И это именно та красота, которая возвращает нас к мысли о красоте и великолепии Бога-ворца. В храмовом контексте красота очень важна, потому что человек, который устает от рутинной жизни, от стресса, повседневности, приходит в храм, и красота обладает той силой, которая помогает его вывести из этого состояния оцепенения, тоски, уныния, тяжести бытия. И цель храмовой красоты как раз в том, чтобы душа смогла отдохнуть в присутствии Бога, в аромате благовоний, всем, что указывает на какой-то трансцендентный внеземной характер этой красоты. Душа должна отдыхать и делать то, что помогает ей освободиться от бремени, тяжелых эмоций, огорчения. И в этом смысле красивые храмовые сосуды, облачения помогают просто снять эту усталость бытия. И все это уже мы видим в Ветхом Завете, в том, как Господь повелевает обустроить первую скинью, первый храм. Поэтому красота произведения искусства в храмовом пространстве, совершенство архитектуры, они нам помогают преодолеть эту депрессию, уныние, тяжесть бытия, восстановить живые чувства для того, чтобы выйти обновленными и почувствовать присутствие Бога в этом мире. На портале Экзегет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись.